Всем привет! Ну что, дорогие друзья, это случилось, это произошло. Сегодня я готова с вами поделиться самой масштабной подборкой за 10 лет триллеров, которые я прочитала и осталась в восторге. Берите ручки, блокноты, открывайте свои заметки, будете записывать все те триллеры, которые я вам сегодня произнесу, потому что это те книги, которые ваши нервы разорвут в клочья и заставят вас трепетать. Но прежде чем мы начнем, хочу вам рассказать, какой я книжный канал нашла. Очень сложно сейчас найти какие-то книжные каналы, которые будут соответствовать моим требованиям по вкусу, потому что в основном сейчас читают фэнтези, и, конечно, я тоже сейчас немножечко к этому жанру пытаюсь приобщиться, но мое начало было с триллеров, с классической литературой и с современной прозой. Поэтому хочу вас познакомить с девушкой Ксенией, канал Ксения про букс. И как раз таки у нас не очень похожие книжные вкусы, а самое главное это книжные стеллажи, которые мне напоминают мои собственные лет так 5 назад, и я смотрю на эти ролики и просто плачу. Ксения также любит читать триллеры, детективы, классику, современную прозу и даже фэнтези. И на ее канале вы найдете всеми любимые книжные покупки, охоту на книги, атмосферные книжные влоги и информативные обзоры прочитанного. Так что добро пожаловать на канал Ксении, ну а мы с вами продолжаем, точнее начинаем нашу огромную подборку триллеров. Чтобы это видео не получилось супер гигантским и часовым, я выписала себе абсолютно каждую книжечку в блокнотик и написала буквально по 2-3 предложения, чтобы вас сориентировать немножко по сюжету там где-то уместно и по своим эмоциям, если я их еще помню, ну первые 5 лет я точно помню. Пока смерть не разлучит нас. Книга, которая выведет вас из читательского застоя. Это невероятно динамичный триллер, который обладает страхом от происходящего и одновременно легкостью повествований. Грейс и Райан выбрали хижину в лесу, чтобы провести там свой медовый месяц и побыть наедине, так сказать, вдали от городской суеты. Ну отдых, омрачают, конечно же, их тайны, которые они скрывают друг от друга. В этой книге вас ждет шок от происходящего и хижина, которая полна тайн. Безусловно, книга подойдет для тех, кто любит этот жанр и любит именно триллеры с кровью и с каким-то экшеном. Вы определенно точно не уснете, пока не дочитаете эту историю и не узнаете, что же там происходило в этом домике очень-очень-очень много лет назад. Ложь во благо. Это необычный детектив, потому что расследования у нас ведут необычные детективы, а сами герои книги. Если вы, как читатель, раскрыли один секрет, то вам обязательно подкинут второй, третий и их будет очень большое количество, вплоть до концов. Психиатр Гвен, эксперт по убийцам, и если она общается с каким-то убийцей, она может с первого взгляда сказать, причинил ли он вред человеку или все же это ложное обвинение. Очень запутанное дело, шестеро подростков умирают, убитый горем отец, который не может разобраться в этом деле, потому что его ребенок тоже погиб. Такие истории не анализируют на предмет правдоподобности, а просто ими наслаждаются и не докапываются до правды, потому что это очень много времени займет, а наслаждение все-таки нужно себе позволить. Нам все-таки будут с вами попадаться бумажные книжечки, вот одна из них. Это «Последний секрет». Это, кстати, от автора предыдущей истории «Ложь во благо». Как раз-таки «Ложь во благо» я прочитала после этой книги, потому что мне это очень сильно понравилось. Перед нами идеальнейший баланс роскоши и мести. Если вам о чем-то говорит книга «Последний миссиспэриш», то комментарии излишни, потому что вот это такая небольшая копия предыдущей книги, и она тоже прекрасна. Нина хочет заполучить чужого мужа и поменять свою жизнь, но тем не менее она 20 лет уже сама так-то замужем, и причем достаточно удачно. Она одержимо становится своим соседом и ненавидит его жену. Как же привести свой гениальный план по захвату мужа в действие и заполучить чужую жизнь? Этот небольшой, но динамичный триллер приведет вас, я думаю, в восторг. «Дом на крыле темноты» Ралли Сейгер, один из моих любимых уже, можно сказать, авторов. Мистическая атмосфера, надухаренная чем-то зловещим. Не похожая ни на что история про дом ужасов, который меня поверг в шок, потому что призраков я не верю и, в принципе, такие книги никогда не читала. Бейнбери Холл. Вековая история дома, которую, оказывается, никто не знает. Юэн Джесси и пятилетняя Мэгги переезжают в этот дом, и 20 дней не хватило, чтобы они оттуда сбежали под покровом ночи. Отец Мэгги спустя какое-то время написал книгу, в которой, конечно же, рассказал о всех событиях, которые происходили за 20 дней, пока они жили в доме. И в эту историю Мэгги, когда выросла, не поверила. И когда умирает отец, она приезжает в этот дом, чтобы разобраться с призраками прошлого и понять, что же там такое было и правда ли, что написал отец в книге. Книга в книге. Что может быть лучше? Не ищи меня книга, которую анонсировали как двойное дно, но это двойное дно здесь не нужно было, потому что вы просто наслаждаетесь самой формулировкой истории и самим сюжетом. Интрига, которая закручивается у нас уже с первой главы. Наташа, которая крутит роман с Ником, он вообще-то женатый мужчина, и Джен, изнуряющая своими звонками и приходами своего уже бывшего мужа. Автор концовку немного слил, но в целом сама подача и компоновка произведения мне понравилась, и не пожалейте на нее время, потому что книга действительно достойная тема мужа и жены, моя любимая, собственно, тема. Нежеланный гость, когда у вас за окном постоянный плюс 40, хочется окунуться в действительно зимнюю атмосферу, поэтому эта книга просто как нельзя кстати мне подошла, читала ее как раз-таки 3 года назад, когда только приехала сюда. Заснеженный отель, где у вас помимо того, что нет электричества и сотовой связи, еще и очень сильно холодно, и никого в округе и нет. 10 постояльцев, 13 номеров и 3 дня, чтобы выжить. И первые страницы вас окунут просто в колоссальную интригу в стиле Агаты Кристи. Самое интересное, что с каждой главой тайны постояльцев выходят наружу. Следующие книги будут от мастера Пира и моего любимого автора триллеров, это Себастьян Фитц. Первая книга, которую я упомянул, это Терапия. Книга, изданная в 2006 году, мгновенно стала мировым бестселлером в жанре психотриллера. Дочь психиатра Виктора пропадает при загадочных обстоятельствах, и спустя 4 года наш убитый горем отец отправляется на заброшенный остров. Неожиданно в его доме появляется какая-то женщина, которая выдает себя за психотерапевта, и предлагает ему еще один такой сеанс терапии, который ему поможет вернуть свою дочь хотя бы в видениях или в реале. Этого уже никто и не вспомнит сейчас. Ну, я даже не буду вам пояснять, насколько сильно мне понравилась эта книга, потому что, наверное, она могла возглавить этот топ и эту подборку самых лучших триллеров за 10 лет. Аэрофобия 7А. Самый большой пассажирский лайнер в мире, 608 пассажиров на борту. Доктор Мац Крюгер безумно боится летать на роде своей дочери, которая вот-вот родит ребенка. Он согласен сделать, осуществить в своей жизни перелет в 13 часов. Он даже и предположить как бы не мог, что произойдет во время полета Буэнесс-Аэра в Берлин. Чтобы вы понимали, насколько человек боится летать на самолетах, он даже выкупил 4 пассажирских места, которые по статистике вроде бы как меньше всего подвержены каким-то смертельным исходам. Беременную дочь нашего пассажира похищают, и чтобы ее спасти, он должен спровоцировать одного из пассажиров по совместительству с свою бывшую пациентку на какие-то, возможно, безумные действия. Многослойный, многоуровневый сюжет. Если вы не знакомы с физиком, вот, умоляю, познакомьтесь. У меня на прошлом канале, я оставлю ссылку в описании, было видео за знакомство с физиком, с чего начать. А обязательно посмотрите, кто хочет пощекотать нервы. Посылка. Своеобразный триллер, очень в стиле физика, но не всем он понравится. После изнасилования в гостиничном номере, врач-психотерапевт не выходит больше из дома, и не может никак смириться, что она единственная жертва насильника, которая осталась в жизни. Она уезжает в свой особняк в Берлине, чтобы как-то попытаться смириться и прожить со своей паранойей более-менее в сознании. И неожиданно ей сосед приносит посылку, которую она должна передать кому-то. Очень много вариантов, теорий, подозрений. Я получила на самом-то деле удовольствие от этой истории, хоть она, и повторюсь, не самая лучшая у физика. Книга, с которой я начинала свое знакомство с физикой. 23-й пассажир. Очень много героев, сам стиль написания здесь просто потрясающий, божественный, но есть очень непотребные темы, касающиеся, возможно, педофилии, возможно, ЛГБТ, возможно, каких-то непотребных отношений с детьми, к детям и всего такого. В общем, очень здесь есть такие нестандартные темки. Так что, кто очень тонкой душевной организации, конечно, 23-й пассажир будет не для вас. У полицейского агента 5 лет назад пропадает на круизном лайнере жена и сын. Куда они делись? Что с ними случилось? Никто не знает. Но звонок как раз-таки с этого самого лайнера одной из пассажира к этому агенту повергает его, конечно же, в шок. Она его приглашает на этот лайнер, потому что что-то видела, что-то слышала, что же произошло с его семьей, и он отправляется на этот лайнер. Поэтому произведение получилось максимально насыщенное, на волнах, на лайнере. Следующий автор, которого я дико люблю и обожаю, это Франк Тилье. Первая книга, с которой я начинала знакомство с ним, это «Головокружение». Такой триллер в замкнутом пространстве на высоте гор, заснеженных вообще вершинах. И потрясающее произведение, после которого, конечно же, я скупила все его книги на тот момент, которые успели выйти. Герой романа Альпинист однажды ночью обнаруживает, что он прикован к скале в странной пещере. И рядом его пес и два незнакомца. Кто они все, почему они там собрались, и что делать, как выбраться, вы узнаете, если прочитаете, естественно, эту книжку. Главный вопрос, который вы здесь зададите всем, это до какой степени может озверить человек, чтобы выжить. «Головоломка Тилье» также одно из любимых моих произведений, наверное, даже больше, чем «Головокружение» ее любят остальные читатели, потому что она более многоуровневая и действительно там стоит поломать голову. Главные наши герои, настоящие охотники за сокровищами, им придется ввязаться в очень интересную игру, главный приз которой 300 тысяч евро. Они не знают правил, но знают, что эта игра будет происходить на территории психиатрической лечебницы и будет называться паранойя. Чтобы обрести какой-то заветный ключ от сейфа с деньгами, нужно собрать очень необычные фигурки. Так что кто победит, кто выживет, узнаете. «Лес теней» у Тилье получился более легким и таким, знаете, начальным, потому что это одна из первых написанных у Тилье книг. И он еще не успел завоевать звание мастера триллеров и детективов. Конечно, здесь не будет каких-то суперголоволомок, но удовольствие вы определенно получите. Заснеженное шале в Германии, престарелый миллиардер, который предлагает мужчине одному написать книгу. Он предлагает ему месяц провести в этом шале за написанием книги о серийном убийце. В общем-то, воскресить его образ он хочет благодаря этому мужчине. И этот серийный убийца у нас был и орудовал 27 лет назад. То есть такое воскрешение конкретное произойдет, и эта книга вас выведет, собственно говоря, из какой-нибудь там читательской депрессии однозначно. Последняя рукопись. Изящно, сексуально, извращенно, динамично. Книга, в которой говорится о книге, которой издана книга, и герои следуют событиям из этой книги. Ммм, какая запутанная все-таки здесь сюжетная линия. Сначала я очень расстроилась, что дело, которое здесь нам показано, распутывать будут детективы. Но в конечном итоге это оказалось не так, потому что действительно сюжет меня взбудоражил. И те герои, которые расследовали преступления, тоже меня повергли в шок. И это книга, над которой нужно подумать, потому что здесь зашифровано кое-что. И на языке оригинала зашифровано. И в начале книги, если тоже вы подумаете, можно там собрать воедино то, что хотел сказать автор и прийти к тому, чем закончилась история. Это просто гениально. Поэтому это не просто книга, это книга-шифр, это книга-головоломка. Одна из последних новинок моего рейтинга триллеров, которую я настоятельно рекомендую вам себе прикупить и ознакомиться, это Наталья Боррелли, и тогда я ее убила, серия про талантливую Эму Ферн. У нас с вами есть вторая книга, которую я еще не прочитала, но собираюсь ознакомиться в ноябре с этой историей. Эта книга про писательницу, и даже несмотря на то, что вы с самого начала знаете, кто здесь и кого убил, и почему, и зачем, ну что к этому вело, у вас, конечно, очень удивит и паразит. Помимо главной сюжетной линии у нас появляется еще несколько зацепочек, еще несколько лихих таких поворотиков, которые также очень интересно раскручивают сюжет. Что вы получите, если прочитаете эту историю? Это тема соперничества, которую нас преследует Эмма Ферн по отношению к другой женщине, которая также писательница, а Эмма Ферн хочет стать писательницей. Тема измен, тема мужа и жены, естественно, моя любимая, но она, конечно, здесь небольшая, но она все равно присутствует, тема предательства и тема кумира. Идеальная ложь. Очень эффектная книга, которая вас разбомбит. Что может омрачить ваше прекрасное утро, если только муж не прошел мимо вас и выбросился из окна? Какие же причины привели к этому? Что послужило самоубийством мужа? У главной героини очень много догадок, и она всю книгу будет к ним идти. Но что вас ждет в конце, конечно, будет шоком. «Милое дитя. Сильная история за жуткой начинкой». Для всех любителей Фауза, его коллекционера и, в принципе, коллекционер, это одна из моих любимых книг, которая влегла в основу, наверное, большинства книг о похищении. Убитый горем отец уже 14 лет ищет свою пробавшую дочку Лену Б. Внезапно полиция обнаруживает 13-летнюю девочку, которая очень уж напоминает Лену. Кто эта девочка? Когда похитили Лену? Кто похитил Лену? Зачем ее похитили? Вы найдете абсолютно все ответы на ваши вопросы. На мой взгляд, очень сложно построить интересный действительно сюжет и прописать его, когда тема похищения детей, похищения женщин, в принципе, что-то можно написать интересное, но такие книги есть. И вот вам очень советую как раз-таки «Милое дитя». «Опасные соседи» Лайзы Джуэл. Прекрасная история про ужасные вещи. Перед нами три истории, сплетенные в одну жизнь. Первая история про девушку Люси, у которой бездомная жизнь с двумя детьми. Вторая девушка Либи, которая в день своего 25-летия узнает, что по наследству ей переходит вот такой вот домик. И история мальчика Генри, который как раз-таки нам рассказывает 70% всей истории, что происходит в книге, и благодаря ему мы знакомимся, в общем-то, со всеми действиями. В этой книге есть все убийства, тайны прошлого, предательства и очень серьезная драма. Даже я не знаю, к какому жанру больше можно отнести эту историю, драма или триллер. Ну, пусть это будет драматичный триллер. Парочка книг от моего любимого Джона Марса. И первая это «The One. Единственный». Это письменное воплощение одного из сериала «Черного зеркала», точнее, одной из серий этого сериала. Поиск своей пары путем ДНК-теста через огроменную базу данных. У нас здесь 5 разных историй, связанных одной нитью. 100 глав, которые нереально удобно читать. И все сюжеты, как ни крути, но они с двойным домом. Поэтому обязательно ознакомьтесь с этой историей, если кто еще не знаком. Вторая книга Джона Марса, которая также находится в рейтинге моих любимых триллеров, это «Добрая самаритянка». Это просто мощнейший винегрет безумия. Отвратительная героиня с кучей психологических проблем. Открытый финал, тайны прошлого. Лора работает диспетчером в очень интересной компании, куда может позвонить абсолютно любой человек, который хочет услышать какие-то слова поддержки и одобрения от волонтеров. И она этим, собственно, там и занимается. Но она не обычный волонтер. Лора питается чужими жизнями, помогая им оборваться. Страшная история, тяжелая книга, но потрясающее исполнение. Старый добрый Грег Олсен и его книга «Затаившийся». Чекочущий триллер с плавным раскрытием преступлений и тайн. Здесь есть буквально все. Измены, предательство, педофилия и даже безответная любовь. А главная тема книги – это похищение. Супружеская пара с трехлетним ребенком поехали в кризис своих отношений, в загородный домик на озере, чтобы перезагрузить свои семейные узы. Отец семейства становится свидетелем, как его жену просто похищают у него на глазах, и она исчезает, пропадает. Страшные тайны будут вскрыты, и вы будете в шоке от того, как обычные и прекрасные люди могут оказаться вообще абсолютно другими. Не говори никому, реальная история сестер, выросших с матерью убийц. Ужасов происходящего в книге просто не укладывается в голове, и все описания будут рвать вашу душу в клочья. Стиль описания околдовывает своим мерзостью и мраком. Читается история как документальный фильм с репликами как раз-таки трех сестер. Эта книга своеобразное предупреждение, как потом сказал Грег Олсен всем тем, кто может встретиться с этой женщиной в реальной жизни, если она когда-нибудь, конечно, выйдет из тюрьмы. Следующая книга это «Тайный дневник Верити» от Колин Гувер, так как она автор у нас романтической прозы, все привыкли ее читать именно в этом жанре. Первая книга, с которой я познакомилась у Колин Гувер, это как раз-таки была «Тайный дневник Верити». И вы знаете, что, скорее всего, она пишет подобные книги лучше даже, чем любовные романы. В какой-то степени даже эта книга является любовным триллером. Книга речь идет о двух писателях и дневнике в сопровождении прекрасного мужчины и по совместительству мужа Верити. «Мрачный особняк», «Убийство», «Тайная страсть», «Дети» и «Безумие» просто на каждой странице. Не читайте аннотации к этой книге, потому что там абсолютно точно половина сюжета прописана, это совершенно вам испортит впечатление. Другая женщина от автора Сэнди Джо. Сюжет мне напомнил режим деликатной стирки у машинки, где вас сначала плавно от стенки к стенке переворачивают, а потом как закрутят вас в вихрь на отжиме, чтобы просто оттуда выпрыгнуть. Секровь с каждой главой ищет все более и более изращренные способы поссорить своего сына с невестой. Даже если вы уже на опыте от неожиданных концовок, вас удивит совершенно другое. Это стиль, это манера, и это невероятно шикарная подача. Это действительно книга с двойным дном и тройным поддоном. Дорогие друзья, я поняла, что у меня не хватит эфирного времени, чтобы рассказать вам про все 43 или 44 книжки. Я рассказала половину, потому что мое время подошло к концу. Все-таки я снимаю, когда у меня здесь находится дочка, и это не совсем удобно. Поэтому давайте сделаем так. Так как мои просмотры ушли на какое-то дно жизни за последний месяц, поэтому вдохновения у меня, конечно, маловато для продолжения съемок. Но съемки у нас теперь будут вот такого формата дома. Поэтому я бы хотела, чтобы абсолютно каждый, кто посмотрит этот ролик, поставил лайк этому видео и написал какой-нибудь комментарий, стоит ли продолжить свою подборку и рассказать еще про 20 наикрутейших триллеров за 10 лет. Тем более дальше триллеры будут такие годов 2012, 2013, 2014, о которых, наверное, сейчас все уже и забыли. Мне будет очень приятно ваша обратная связь, потому что это меня смотивирует на дальнейшую съемку, так как сейчас очень я, мягко говоря, не воодушевлена этим каналом. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравится. Всем пока!